Здравствуйте! Пожар отправил в больницу начальника главного управления МЧС. Пожар в бизнес-центре Гранд Сетуль Плаза начался около 10 утра. Вчера возгоранию сначала присвоили третий номер сложности, потом повысили до четвертого из пяти. Огонь охватил более тысячи квадратных метров. На месте работали 340 человек и 100 единиц техники. В том числе три вертолета Ка-32 из здания эвакуировали 125 человек. Московская прокуратура начала проверку. Как рассказал представитель экстренных служб, причиной возгорания мог стать и поджог. Но рассматриваются и другие версии. Начальника главного управления МЧС по Москве Сергея Желтова госпитализировали с инфарктом после пожара. При тушении пожара также пострадал старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения главного управления МЧС по Москве полковник внутренней службы Максим Серегин. Его также госпитализировали. На самом деле, это хорошая новость. Сгорел большой торговый центр, но никто не погиб. Всех вывели из здания, все живы-здоровы. Ну и инфаркт начальника главного управления, и то, что пострадал начальник смены в чине полковника, это ведь говорит о том, что среди высших офицеров есть люди, которым далеко не все пофигу. Ну и так, тем не менее, как же без плохого. Торговые центры строят быстро и плохо, из говна какого-то. Горело так, будут деревянные сараи, а не конструкции из металла и бетона. Конечно, вариант поджога тоже скверный. Теракт, диверсия. В общем, очень неприятная новость. Киев ограбил своих оккупированных граждан. Украинские власти заблокировали банковские счета на территории Херсонской области, сообщил замглавы военно-гражданской администрации регионы. Люди не могут снять деньги, их карточки перестали обслуживаться. Банкоматы после отключения Украины из связи и интернета не работают. Украина все сделала, чтобы обокрасть людей, чтобы не выплачивать деньги, которые у них остались на счетах в банках. Это все говорит глава администрации. И называет «Приватбанк» и «Ощадбанк». «Ощадбанк» – это, собственно говоря, Сбербанк по-украински. На самом деле наглядно демонстрируется, что все декларации свободного мира, на которые купились граждане СССР и стран Восточного Блока, не что иное, как просто слова, никак особо не связанные с реальностью. Разобьется, деньги принадлежат не их номинальным владельцам, а все равно государствам, которые в один далеко не прекрасный момент могут их у вас отобрать. Без всякой вашей в чем-либо вины, не говоря уже о судах и прочих бутафорских процедурах. Это касается и простых граждан, и совсем непростых тоже. Вот компания, которую купил Абрамович за 300 миллионов фунтов, которая еще в прошлом году оценивалась в 400 миллионов, сейчас продается за 1 фунт. Ее покупают какие-то местные бизнесмены, фактически отбирают за долги. Хотя нам столько рассказывали про принцип ограниченной ответственности, про то, что частное лицо не отвечает за действия государства и так далее. Государство тоже ни за что не отвечает. Это же украинские граждане, это люди, которые заработали свои пенсии на Украину. Чем они-то виноваты, что оказались не на той территории? И это все, в общем-то, не про Киев. Это про весь Запад. Абрамович ведь тоже в войне не участвует. А что-то указывает. Забастовки в Мангыстау не прекращаются. Железнодорожники объявили бойкот референдуму. В Мангыстауской области Казахстана продолжаются забастовки выступления рабочих. Некоторые из них политизируются, так как протестующие начали заявлять, что будут бойкотировать референдум по внесению поправок в Конституцию. Это уже новое слово в акциях нефтяников в последнее время. В 11-й день продолжается забастовка рабочих стеклопластиковых труб в Мангыстауской области. Несмотря на жару, которая достигает 35 градусов, протест продолжается. Никто сворачивать палатки и юрты не собирается. Рабочие ТО Ремцентр заявили о самообращении 22 июня, что продолжают борьбу, не намерены прекращать забастовку. Несмотря на то, что все устали, акция продолжается. Продолжается и забастовка рабочих автотранспортного предприятия Биборис, начавшаяся еще 30 мая. Рабочие требуют по-прежнему ликвидации частного ТОО передачи к государственной компании Азену Найгаз. Фактически они требуют отменить решения по оптимизации и приватизации их предприятий. В этом их требования полностью совпадают с бастовавшими ранее ТОО КСБ. Но наиболее радикально выступили 2 июня рабочие 4-х отделений жизнедорожной компании КТЖ Бенюск в районах той же Мангыстауской области, которые заявили о том, что будут бойкотировать референдум по поправкам в Конституцию. Связано это с тем, что работодатели нагло врали об уровне их заработной платы. В частности, недовольство железнодорожников связано с победными реляциями главы правления КТЖ Сауранбаев, который бы на полном серьезе сказал, что на заседании кабинета министров в Астане, что железнодорожники получают более 700 тысяч тенгеев. Рабочие же утверждают, что их зарплаты в среднем начисляются от 180 до 220 тысяч тенгеев, не более. В связи с этим коллективы потребовали повышения зарплат, в противном случае намеренного 6 июня приступить к бессрочной забастовке протеста. Как видим, акции и забастовки в регионе не прекращаются, в них участвуют рабочие разных отраслей и предприятий. Если с тем, что идет резкое повышение цены, а требования многих коллективов по повышению зарплаты не были удовлетворены, то стоит ожидать нового всплеска борьбы. Важным моментом является и то, что теперь рабочие требуют также восстановления на рабочих местах прежде увольненных товарищей, активно участвовавших ранее в забастовках и прочих выступлениях. Россияне, оформляя визу на сайте посольства Мексики, получают отказ на украинском языке. Граждане, пытающиеся оформить электронное разрешение для въезда в Мексику на сайте посольства этой страны в России, получают отказ в оказании услуг, причем сам отказ приходит, повторю, на державной украинской мове. Россияне, направляющиеся в Мексику в туристических целях с 2017 года, имеют право въехать в страну по электронной визе. Для оформления электронного разрешения необходимо заполнить на сайте анкету с личными данными, включая гражданство, указать даты посещения в Мексике. Теперь же, если указать гражданство Россия, то после заполнения анкеты на экране появляется текст на украинском языке, в котором говорит, что запрос не обработан. Мне кажется, надо поздравить с успехом, прежде всего, украинских хакеров. Чем бы, говорится, дитя не тешилось, ну, лишь бы не взорвали что-нибудь. РПЦ пригласили на Всемирный совет церквей, который пройдет в Германию. Делегацию возглавит председатель отдела внешних церковных сношений митрополит Волоколамский Иларион. В него идет еще ряд иерахов, священнослужителей, и мирян, русской православной церкви. А вот я думаю, зря. Сильный был бы ход вообще не признавать РПЦ церковью. Ну, не церковь, и все тут. Ошибочка вышла в XVI веке, Томаса не было вообще в листе согласований, ряд подписей отсутствия. А права РПЦ передать Украине, как наиболее пострадавшей. Опять же, крестили Русь в Киеве, крестил киевский князь, Москвы тогда вообще не было. И это самое, отче наш теперь читать на украинском языке. Ну, там, типа вот, Батько наш, и же есть и на небе всех, нехай святится имя Твое.